Привет всем, снова с вами Сахалинец. Итак, наступила осень, похолодало, а следовательно в платнике начали запускать форель. Сейчас я нахожусь в Бурство, вроде бы как называется Орешкино или Орекшино, точно не знаю. Для того, чтобы начать осенний сезон ловли вот этой пятнистой красавицы. Она уже прыгает, ждет, когда я предложу свои приманки. Но не будем ее огорчать и заставлять долго ждать. Поехали! Ну а для начала покажу вот что я приобрел. Вот такая штука называется Ground Road Holder. То есть по идее это замена или, так сказать, альтернатива более дорогим держателям удилищей или что-то еще. Стаканчик, штука для втыкания в землю от фирмы Касадака. Сейчас попробуем ее в деле. Конечно, не знаю, как садок выдержит или нет. Подсадчик, точнее. Вот мы его вылоткнули. И вставили подсадчик. А что? По-моему, работает и причем вполне даже ничего. С учетом того, что стоит он, по-моему, меньше стольника. По-моему, удобно приблудом. Ну что, поехали за форелью. Ну что, говорят, поутру надо ставить самые яркие приманки. Что-нибудь кислотное. Ну, пожалуй, поставим тоже стингер, раз уж катушка и новая ультралайт. Но это не очень яркая. А вот соседняя. Тоже ультралайт лайтовая. Вполне ловит бель. С одной стороны ярко-желтая, с другой вот такая вот малиновая или какая там розовая. Вот с нее и начнем. Есть. А вот, ребята, и первая поимка. Говорят, что по утряне надо ставить более яркие цвета. Но по-сильности они правы. Пока не выходит. Хороший земплярчик. Смотри-ка. Опа, есть. Все, первая поймана. Ну вот, ребята, можно сказать, что форелевый сезон осенний. И мы открыли. Ура. И еще одна новенькая блеснка в моем арсенале. Это вот такая вот замечательная микроколебалочка от всем известной компании Айка. Тоже с одной стороны она ярко-оранжевая, с другой зеленой-желтым. Называется, еще раз говорю, Вейн. Вес у нее 2,3 грамма. Вот ее и поставим. Продолжаем рыбную ловлю. По поводу проводки. Проводка обыкновенная равномерка. Вообще без ухоощрений. Но изредка можно... Ой, какие хорошие красивые круги. Иногда можно потряси, там, подыграть кончиком удилища. Я не специалист. Еще раз говорю, это мой третий выезд на форелевую рыбалку. Ах, красота какая. Ну, скажу честно, то, что затягивает очень сильно. То есть, ребята, один раз выехав на платник половить пятнистую, я думаю, вы этим заболеете. Вот там где-то плюхается. Кстати, эта блесенка Вейн для своих двух целых трех десятых граммов вполне отлично летит. Как вы видите, сам пруд небольшой, поэтому слишком тяжелые приманки здесь, в принципе, не нужны. Что-то не захотела форелька облесенка в этом цвете. Попробуем взять такой же Вейн, только вот в такой расцветке. Кстати, что замечательно, так это то, что данная моделька, как и многие, кстати, траутовые колебалки от Айка идут парами. То есть, в наборе вы имеете две блесны с разными расцветками. Ну, в данном случае, коричневая подложка и некая радуга спереди. Может быть, такая понравится. Говорили, вообще странная рыба. Попробуй, пойди угадай, что ей сейчас нужно. Вообще оригинально. Стою на озере один в тумане. Кстати, туманчик вообще обалденный. Ни фига не видно. Не знаю, как это будет на камере передаваться. Так вот, стою один на озере и болтаю сам с тобой. Как бы психушку не позволи. Есть. Ура! Я не одинок. По-моему, друг Леха идет. Леха! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Сейчас я иду поздороваться. Да твою же, дарить твою кочерыжку, сколько же тебе там килограмма. А хрен его знает, что я подцепил. Ну, это вообще таз полный. Здесь рыбы нету, мужики. Да мы разве-то рыбы. А мы не задеем, а за раками. Начинается. Все так. Сказали, навеска от 800. Ладно, на что народ плывет. Пресловутый Траудзон. Вот так называешь, бля. Угу. Амонизма! Ух, ё-моё! Сыр! Просто жесть, бля. И самое главное, чем форелятник отличается от другого рыболова, это ящик Мэйха с подстаканниками, со всеми делами. Ну, перейдем на отечественного производителя, точнее, на Миари. Надеюсь, что вот такие вот новые миниатомы под вторым номером, это же вторая генерация. Они более крупненькие. Надеюсь, то что в паральке они падают тут. Значит, бля, хоть качек лови, слил. Лови, лови, лови. Нет, она здесь действительно резвая. О, опа, за что было. Есть. Вот смотри-ка, сменил свет. Смена цвета все-таки в форелевой рыбалке по-моему, имеет место быть. приятно, как зужит, а? Раза. я свою норму выполнил. Вот такой аналог Forest Pal в цвете то ли нагибатель, то ли нагибатор, но только от компании Русская Блесна. Вес, по-моему, тоже около там трех с половиной что ли грамм. Опа, 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 опа. А вот тебе нагибатор. Бешеная. Давай, вот прыжок, 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 прыжок. Так, товарищ специалист по ловле форели, как вы думаете, клевать на такую будет? Не, попробуй. О, нифига себе, богатства. И, наверное, еще одна миари. На этот раз блесенка под названием ЦНА. Легкая, двухграммовая, но стабильно работающая. Кстати, видел несколько постов в интернете от ребят, то, что форель на нее тоже ловит. И мы попробуем. поклевка, поклевка. Давай, И есть. Догнала. Хорошо, рыбочка активная, сопротивляется, бойко. Правда, на свечке почему-то не уходит. вот она красавица вот она какая покажись ты вот ради этого за форелью ездит что я нашел никто блесну не терял форелевая не твое странником таким мощным какой рефлекс с одной стороны ярко-зеленый шатрес с другой серебристая погнали синхронно ребятенок проснулся может бресенку пошли поставить какую-нибудь а нет с 1 исход все равно поклевка была значит на кой можно поймать форельку по затихли по затихли все начали перебор своих блесен приуныли не вот такая раздача как с утра была уже закончилась конечно смотри-ка под ногами прям вот и здрасте упс выплюнуло ну ладно и хорошо а сработала у нас снова айка на этот раз какая-то называется дори трехграммовая а ёпрст а почему только мне звонят а алё ну не может быть что брунька не ловила правил да алё хроника работает они всегда прошлый раз не мог ни одной поймать на розовые сегодня до сегодня яркие цвета в фаворе да уже второй раз у меня вообще-то 3 форелевая рыбалка а вот поворот мы там повернули там еще была рыбалка что-то 36 километров туда еще куда-то там тоже порыли вот поставлю форест спал на которой я поймал свою первую жизнь форельку на кривушах цвет вообще козырный на нее точно поймаю ну давай есть там-то санька наколол видишь а здесь нормально форель ну и как раз ход все на этой веселой ночи будем завершать рыбалку ну что же праздник под названием форелью рыбалка у меня на сегодня закончен это было просто великолепно были поимки были сходы но самое главное были поклевки и все-таки рыба была поймана к сожалению на этом платнике нету принципа поймал отпустил поэтому выбрав норму надо сворачивать удочки ну или платить за перелов насколько вкусна эта рыба я попробую надеюсь уже сегодня и очень тешу в себе надежду на будущей рыбалке может через неделю может через две если они состоятся разумеется вы это увидите на моем канале но на данный момент разрешите отклониться с вами был сахалинец пока пока